Здравствуйте, ребята! Это игра, которая называется Trans-Siberian Legends. Где звук, кстати? Звук? Это, короче, симулятор путешествия на поезде по России. Так, выйдите из квартиры, добритесь до вокзала, написано. В Японии? Увидеть красоту нашей страны, посетить уникальные города и селы, познакомиться с разными культурами и традициями. Хочу также встретить множество интересных и необычных людей, которые поделятся со мной своими историями, секретами и мечтами. Уверен, что эта поездка изменит мою жизнь. Так, окей, за мной задание. Выйдите из квартиры, добритесь до вокзала, найти рюкзак, найти билет, найти чемодан, найти деньги. Рюкзак, билет, чемодан, деньги. Так, вот чемодан, да? Чемодан. Как взять? Это что такое? Это фотокамера. Ж-альбом. Это можно фоткать. Так, а чемодан что, не берется? Вот это... Просто печать. Смотри, там люди стоят прям на остановке. Прям машина, глянь, проехала. Фигасе. Фигасе. А вот это не рюкзак? А это не билет? Не, ну я знаю, как выглядит билет на поезд. Погрызь семечки. А почему они не срабатывают? А, на Е! Пицца. Так, сожрать все. Хорошо. На Е. Я думала на кнопку. Я на кнопку жмякаю. Чемодан, найти деньги. Так, погоди-ка. Тогда давай чемодан сначала у гантельки. Я спортсмен. Так, чемодан, чек. Билет. Не похоже, что у меня есть деньги на Японию и на Америку, в том числе. Найди все предметы. Все, хорошо, хорошо. Могут быть деньги где-нибудь в унитазе? Спустить воду в унитазе. Отличная игра рабочая. Все. Все работает. Так, антресолька. Время 9.32. Я не опоздаю на поезд на свой? Жини. Витамины. Я бы опасалась пить что-то, где просто написано витамины, но не в этой игре. Так, а где у меня могут быть деньги-то? Рюкзак, билет. А, вот это, наверное, билет. Вот, вот это похоже на билет. Так, деньги. И... Деньги, скорее всего, в кошельке. Найти рюкзак. Вот деньги. Это 50 рублей, что ли? Серьезно? Хотя, с другой стороны, зачем мне много денег в поезде, правильно? Хотя, если так подумать, даже доширак сейчас очень дорого стоит. А мне нужно, чтобы от Москвы до Владивостока доехать, очень много дошираков. Так, я пиво, по-моему, выпила только что. Судя по звукам, да, это было пиво. Так, где рюкзак-то? Вот это не рюкзак? А, рюкзак. Так, бери. Это камера. Все. Выйдите с квартиры, доберетесь до вокзала. Все. Дела кончились. Поехали. Доедьте на автобусе до вокзала. Так. В окошечко хочу смотреть. Класс. Реально еду на автобусе до вокзала. Распечать. Семафор. Шестерочка. Шестерочка, а внизу шестерка. Центр автострахования. Найс. Заправочка. Че смотришь, блин? Дрейлер какой-то. Социальная реклама. Ну, в принципе, очень похоже на Россию. На пассажок. Класс. Группе пока водически. Так, это Ленин, который говорит всем идти в кинотеатр. Странный маршрут автобуса. Ну, ладно. А мы долго будем ехать до вокзала? Так, мы просто крюк сделали. Сейчас окажется, что вокзал за моим домом был. Круг сделали, причем без единой остановки. Мне эту игру белка подарила. Причем она не поскупилась и купила мне еще все ДЛЦ. И одно из этих ДЛЦ добавляет красивых девушек в поезд. Плоский дом. Видно, что окошки просто нарисованы, наклеены. А люди стоят настоящие. Одинаковые, правда. Ну, как бы и в GTA San Andreas одинаковые люди, да? И, между прочим, это шедевр. Нормально, смотри. Нормально едем. Я, в принципе, в реальной жизни вот успела водички попить. Сейчас вот конфету возьму, зажую. Почему бы нет? Продукты тут. Доберитесь до вокзала за 15 минут или меньше. Это прямо ачивка, я могла дольше добраться. А как это? Блин, у меня теперь конфета. Пассажирский вагон поезда по номерам 2. Пойдем. А может мне купить что-нибудь в киоске? Агромолкомбинат. Здравствуйте. А, нет, это плоско. Это плоский ларек. Ладно, сейчас буду грызть конфету. Так, а это что, невидимые текстуры? Или это типа стекло? Москва, Владивосток. Футболист, смотри, какой-то. Плеер. Плеер 57. Плеер 57. Я, конечно, не специалист, но как будто бы с Белорусского вокзала поезда в Владивосток не ходят. Ну ладно. Так, мне сюда. Алло, проводница? Ку-ку. Чем могу помочь? Хочу попасть в поезд. Предявите свой билет. Вот, держите. Все в порядке, можете проходить. А какое у меня место? Я надеюсь, не у туалета? Да. Здорово, красотка. Проводница, Светлана. Как попасть в пласткартный вагон? К сожалению, я потеряла ключ от двери следующего вагона поезда. Если вы сможете найти его, то откройте дверь в пласткартный вагон. Все понял. Так, может, я в купе тогда поеду? Кружку что-то тиснула. Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. А, это ДЛЦ. Подождите, так у меня вроде... У меня вроде и есть здесь ДЛЦ. Светлана, чай хочу. Можете сами набрать чай, позади меня стоит кипятильник и кружка. А кружка общественная, что ли? Когда следующая остановка? Напротив меня висит расписание, где указаны остановки на станциях и время. Ну, в Казань мы приедем уже в 11.45, блин. А я все еще не заселился, что ли? Или что? О, девчонки, здорова. Девчонки, Лиза. Здравствуйте, могу я к вам присесть? О, конечно, я Лиза, а я Алексей, рад познакомиться. Вы тоже едете во Владивосток? Да, наконец-то, слышал много интересного о Сибири. Вам понравится, Сибирь это суровая и прекрасная земля, а вы откуда? Из Москвы. Ого, столичный житель. Интересно, как вы справитесь с морозной тайгой? Не волнуйтесь, я закаленный. Закаленный, в московских пробках? До свидания. Типа не понравилось ему. Не понравился ему юморок, он такой все сразу. До свидания. А где это мы едем? Это пригород Казани? Так, тут можно сесть, да? Лег просто в чур... Телек? Это что за роскошь? Это слишком роскошное купе. Здорово. Павел, что вы хотели? Добрый день, я заметила, что вы уже долго едете. Могу ли поинтересоваться, откуда вы? Здравствуйте, я родом из Екатеринбурга, города с самой длинной улицей в мире. Знаете, можно пересечь весь Екатеринбург, не поворачивая ни разу. Шутите? Ничуть. Наша улица Ленина тянется почти на 20 километров. Потрясающе, до свидания. Как это неинтересно, потрясающе. Так, ключ в плацкарт у кого? Провольница потеряла. Так, ты кто такой? Саша. Привет, что вы хотели. Этот поезд просторный, но все же не слишком ли долгое путешествие? Просто ходит и капывается до каждого. Долгое? Да я прожил здесь половину своей жизни, это мой дом на колесах. А как насчет туалетов? Ну, они авантюрны, скажем так. Представьте себе зловещую пропасть в полу, которая забирает ваши отходы в неизвестность. Я называю это прыжок веры. Это звучит экстремально. Ассасин Саша. Не волнуйтесь, вы привыкнете. А если нет, то, как говорится, застегните ремень и наслаждайтесь видом. Видом туалета. Так, Егор. А не могли бы взять музыку потише, мне мешает? А мне не мешает. И вообще, это тебе надо было покупать билет в вагон класса люкс, если так важна тишина. Но я не могу себе позволить билет в люкс. Тогда терпи. Это несправедливо. В жизни справедливо, малыш, привыкай. Давай разобьем ему. Давай сядем с ним. Будем на него смотреть. Ладно, ты выиграл. Ты выиграл этот бой. Но не войну. Так. Петрович. Здравствуйте, впервые еду на этом поезде. Добро пожаловать на борт, дружище. Садись поболтаем. Я Петрович, отставной полковник. Очень приятно, а я Алексей. Алексей, значит. Что ж, слушай, этот поезд не просто поезд. Это микрокосм России. Тут ты встречаешь всех. От заблудших душ до будущих олигархов. Звучит интригующе. Еще бы и помни, в этом поезде даже стены имеют уши, так что следи за языком. Понял. До свидания, Петрович. Так, крошка, Ольга. Простите, а можно сфотографировать вас для своего блога? Конечно, но только если вы пообещаете, что не сделаете меня своей аватаркой в соцсетях. Ха-ха, обещаю. Не обещаю. Вы ведь путешествуете один? Да, решил устроить себе небольшой отпуск. Замечательно. А знаете, что самое забавное в путешествии на поезде? Что? Когда вокруг столько людей, можно подслушивать чужие разговоры, не чувствуя себя виноватым. Да, это правда, только не усердствуйте, а то можете нарваться на неприятности. Все. Сфоткано. Для блога. Давайте я вас тоже щелкну. Антон. Извините, вы не подскажете, сколько осталось до ближайшей остановки? Глянь, у них тарелки прям. А вы смотрите... А, вы смотрите, 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 смотрите. На эти бескрайние просторы не понимаете, что ближайшая остановка это понятие относительное? Ну, типа, несколько часов ли сколько? Как я могу сказать, сколько? Поезд мчится, как ракета на пути к Марсу. Время здесь становится эфемерным, сливаясь с пейзажами. Яшно. Это ваш сын? Уважаемая, позвольте мне представить вам нашу великую страну за окном. О, лапушка, не надо мне представлять. Я ей уже лет пятьдесят, как знаю. Сахалина до Крыма изъездила вдоль и поперек. Неужели? А что же вас занесло в столь далекие края? Любопытство, милок. Хочу посмотреть, не переменилась ли наша необъятная. Пока что вижу только те же березки да речушки. Впрочем, вот недавно деревню новую проехали. Угу. Ясно. А ты что стоишь, посматриваешь? А, она подслушивает разговоры. Так, здорово. Игорь, что вам нужно? У вас есть что-нибудь почитать? Я забыл свою книгу. Но у меня есть только сборник анекдотов. Вообще-то я не особо люблю анекдоты. Да ладно, развеселимся немного. Знаете, почему прованицы в поездах такие высокие? Почему? Потому что они весь день на ногах. А, смешно. До свидания. Да. Да я сегодня что-то всю ночь прокашляла. Так надоел кашель. Главное, ночью начал мучить кашель. Тимоша спит чуть-чуть. На моей койке. Разлегся, наверное, как барин. Иди Тимоша. Он любит тишину. А когда шумно, он тоже не любит. Ну, Владочка-то кажется очень тихой девочкой. Она так мать больше кричит, чем Владочка. А привыкла там орать в двухэтажный дом. И может, она наверху, а там внизу вот и орут. Реально, кто-то записал в двух бабушек. Я говорю, вот потише, говорю. Ты бы ведь тут не в своем доме. Тут люди живут. Нет, она все равно привыкла. Ну... Курить, вовсю курить. Все, говорит. А мне, говорит, я бросаю курить. Как мне не нравится, как она курит противно. А мне она сказала, что бросают курить. Что бросать? Наоборот, сейчас чаще бегать. Реально, что ли, запись разговора двух бабушек? Или кто-то попросил бабушек? Эдуард. Не по себе мне в этом поезде. Как будто кто-то следит за нами. Успокойтесь, это всего лишь ваша паранойя. Да ладно, я видел, как в вагоне мелькала какая-то тень. Тут сюжет, что ли? Может, вам показалось? Да я же не слепой. А еще я слышал странные звуки ночью. Может, это просто ветер или кто-то проходит по коридору? Да какой там ветер? Там что-то стучало и скрижетало, словно нас хотят похитить инопланетяне. Понятно. Пивас. Здравствуйте, Виктор. Что надо? Не вздумай пить мое пиво. А прощение, вы знаете, что случилось со седем вагоне? Я слышал, кто-то упал. А вам какая разница? Это же не ваше дело. Вы же не жандарм. Я бы на вашем месте не совал свой нос, не в свои дела. А как мне попасть в следующий вагон? Дверь заперта. Ключ потерял этот дуропроводница. Так, пиво он сказал не пить. Но он такой серьезный дядька. Я бы, наверное, не... Вам нужен ключ. А где мне найти ключ? Стоп, кран. Ну, а может быть, ключ на дне пива? Эдуард, у вас нет ключа? Ключ потеряла дуропроводница. Это что такое? Это какая-то текстура недорисованная. Я нашел. Все, в плацкарту иду, Витек. Пойдем со мной, посмотрим, кто там упал. О, девочки! И была регистрация фейковая. И вот, потом уже перешло на русский язык. Начались всякие конкурсы, танцы, шмансы и так далее. Короче, было прикольно. Я, кстати, была на свадьбе нашего одноклассника. Вот это получается, когда мы только школу закончили. Здесь в 19-м году. Нас вот не пригласили. Я, по идее, была удивлена, что он меня позвал. Но у него она прошла все равно больше по взрослому, чем молодежь. То есть, в основном там были взрослые, там младушки, девушки. Мне кажется, потому что они сами еще только в 18-м году. Ну да, и получается, они женились в 18 лет. Если не в 17. И то есть, первый пример у такого раннего замужества, это был наш одноклассник. И у него, к тому же, есть дочь уже, который... Пример раннего замужества, наш одноклассник. О, девчонки. А что, у вас обуви больше, чем... А, да, у вас обуви больше, чем вас. Даша. Это Даша. А это кто? А вот это мне больше нравится. Роман. Тут со всеми можно разговаривать? Геворг. Жопа чья-то. Боже, эта музыка просто ужасна. Извините, это я слушаю металл. Металл? Это же грохот для варваров. Вы не понимаете, это искусство. Музыка, которая разрывает барабанные перепонки, заставляет кровь кипеть. Ну уж нет, моя кровь закипит, если я буду это слушать еще минуту. Ладно, ладно, тогда давайте послушаем что-нибудь более приемлемое для ваших утонченных ушей, как насчет классической музыки. О, да, это я понимаю, особенно Болеро Равеля. Болеро? Но это же бесконечное повторение одного и того же мотива. Вагонные споры. И в этом вся его прелесть, мой дорогой. Это как наблюдать за танцем змеи, гипотизирующей и захватывающей. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакать за него. Это из Рокки. Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Семки глянь, семки жует. А где, подожди, ноги должны быть в носках, Степан? А пиво ваше можно выпить, Борис? У всех почему-то обуви больше, чем им положено. Допустим, твои какие-то девушки говорят, что тебя сделают. Нет, потому что моя нога, у меня пацаны, все... После, после комплиментов моему... Члену. Члену, да! Мы же говорим слово члену. Почему нет? Это было второе. Это вторая часть моего тела, которая заслужилась использовать столько оваций. Андрей, собаки во дворе, когда лают, когда ты писаешь, это не овации. Овации. Девчонки, ноги завидовали моим лысым рукам. Ну, то есть, сейчас немножко... Смотри, а он что-то есть. Немножко что-то есть. Но даже пять лет... Пять лет назад у меня были абсолютно лысые руки. И, то есть, мне... Я не знаю, какая девушка мне не сказала, какие у меня золотые руки. Не, короче... Так что, про члена не будет больше ничего? Но я сейчас остался с девушкой, съехал к Андрею, вернее, к его дяде на квартиру. В Москве. К Андрею на квартиру. К Андрею на Кутузу. Нет, мы арендовали эту студию. Мы арендовали этот ловский Советского Союза. Да, да. Чтобы... Москвичи, да? Какую атмосферу этой эпохи... Лофт. А мы когда в Казань приедем? Гена. Гена. Вагонные споры, последнее дело, когда больше нечего пить. А у них что, туалета нет? Или просто не пускают? Слава. Ты что грустишь? Как долго нам еще ехать? Хм, в километрах около девяти тысяч. В днях примерно месяц. В свете бесконечности это мгновение, а в рамках вашей жизни целая вечность. Спасибо. Теперь вы понимаете мудрость старой японской пословицы. Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Да все, все, я уже сказала спасибо. Так, а этот кукури тут, Геннадий. Я слышал, что в Сибири очень холодно. Это точно. Помню, однажды я там заблудился, и моя борода замерзла так сильно, что когда я чихнула, она сломалась пополам и упала мне на плечи, как палантина с соплей. Это ужасно. А как мы нашли дорогу назад? С помощью компаса, который я сделала из своей замерзшей сопли. Это очень смешно. Истории про сопли самые лучшие. Так, пойдемте. Нам, в принципе, до Казани-то долго еще. Может, мы подеремся с Виктором, если выпьем его пиво, например. Вы выпили чужое пиво, вас избил пассажир, у вас серьезные травмы. Проводиться высадило вас на ближайшей станции, чтобы вы сходили в больницу. Болил. Найдите врача, чтобы он снял повязку с головы и вызвал токсин до вокзала. Че у нас за больница такая модная, глянь. Постоянно, постоянно есть киво. Коток охлаждает меня всех. В побольше моментах, в жизненных моментах. Мне нравится, что девушки, в принципе, не обращают внимания. О, первый ребенок. Я только хотела сказать, где дети. Понедельника не было, знаете. Где дети в этой больнице? Онколог. Офтальмолог. Травматолог. Здравствуйте. Доктор, мне нужно снять повязку и попросить вас вызвать такси. Я опозду на поезд. Я понимаю, что вы в спешке, но сначала нужно убедиться, что вы в порядке. Боже, в этой игре вся жизнь. Можете ли вы немного подождать? Нет, времени нет. Я должен сейчас же уйти. Послушайте, ваше здоровье важнее, чем успеть на поезд. Мы должны осмотреть вашу травму и убедиться, что все в порядке. Доктор, я уже опаздываю. Пожалуйста, поторопитесь. Я стараюсь изо всех сил, но мне нужно убедиться, что повязка снята правильно и что ваша рана не инфицирована. Время, кстати, отмоталось назад почему-то. А, может, сутки прошли? Но я не чувствую боли. Я в порядке. Даже если вы не чувствуете боли, это не значит, что вы в порядке. Мы должны убедиться, что у вас нет сотрясения мозга или других скрытых травм. Доктор, я очень ценю вашу заботу, но я действительно должен идти. Пожалуйста, вызовите мне такси. Хорошо, я вызову вам такси, но сначала я хочу, чтобы вы подписали форму отказа от медицинской помощи. Что? Почему? Потому что вы уходите против моих рекомендаций. Я не несу ответственности, если с вами что-то случится в пути. Хорошо, подпишу. Такси будет здесь через несколько минут. У него кнопка там, что ли? Пожалуйста, будьте осторожны и следите за своим здоровьем. Если вы почувствуете какие-либо симптомы, такие как головная боль, тошнота или головокружение, немедленно обратитесь к врачу. Спасибо еще раз. Перебинтуйте голову после полученной травмы. Окей. А я на такси пытаюсь... А, все. Стоите на такси до станции Камышна. Почему тут другие люди в такси, кроме меня? Это игра про жизнь. Подожди, я опять в своем городе? Вон же кинотеатр. Рамзан, ты что делаешь, короче? Я говорю, пошел ты нахуй, говорю, ябарь. Куда у меня два месяца, в официальном месте, а с того, с того, с того. Но Ленина нет. И тогда Клинин, да, у меня там. Предразумный шаг сделал, короче, мой барак со мной, слышишь? Э! И весь лагерь, слышишь? Верди, мой барак со мной божил, бля, весь лагерь, пидоразум, бля, разошлись, бля, по всем марокам. А мы даже не проверили ничего, короче, просто мусора. Чувак интересно водит машину, он боится руля, как будто, глянь. И Зайс говорит мне, с Маташа, Зайс, помнишь ты? Бля, базара нет, я с тобой, вот эти кассиво сделала, жерс, бля, но сейчас смотри, они могут тебя забрать. Базара нет, базара нет. Через полчаса пришли три опера, бля, адрес вам, бля, забрали меня. И на ахке там бля хозяйка сидит, все, сидит, бля, ты знаешь что ты сделал? Ты знаешь что ты сделал? Ты к mà ПТ поедешь, а food? И я ему говори, эээ. Не пугай, бля, куда хочешь отправляй, бля, и не ори, бля на меня, короче. И я его лишнего ничего не сделал, это вы, бля, 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 ебаный рот, бля. Последние трусы, бля, сидим, короче, бля, и так, бля, последние трусы так себе такси если честно не хочется за это платить так вон вижу вокзал уже о дождь так куда найдите пассажирский вагон номер 2 а так тот же самый я свой поезд просто нагнала выкущет дальше встали и общались так ладно это очень странная игра я не уверена что в ней есть конец она наверное есть когда мы приедем воде восток молнии там видели какие люди кто в чем кстати то в пуховиках кто вот как это леди здорово красотка вот билет по извините вы не можете войти в поезд ваш билет не действительно но я уже ехал на этом поезде попал в больницу он теперь у меня все хорошо в больницу а да я помню вас тот пассажир ударил вас как вы сейчас себя чувствуете спасибо уже намного лучше хорошо раз вы уже были в пути я пущу вас в следующий раз будьте осторожны спасибо большое я надеюсь здесь можно второй раз огрести просто ради того чтобы проводница нас не пустила и не доехать до владимир стоять еще пропустила казань получается казань в 1 45 было мы пропустили казань светлана я нашла же ключ погоди а тут все те же ой так тут поменялись эти глянь тут поменялся пейзаж саша но это все те же самые да то есть я сейчас реально буду ехать до следующей станции ладно ладно я не буду блин жалко что мы пропустили казань там наверно можно было выйти погулять нужен ключ в смысле ключ опять лежит здесь они опять потеряли не ну красиво красиво ну ладно я думаю мы здесь прервемся и интересная как будто бы игра но очень сильно странная но как будто в ней вся жизнь я чувствую что это нечто большее чем игра это какой-то знаете это просто манифест не знаю рекомендовать ли вам ее честно но хотя бы ради того чтобы приехать в казань и посмотреть дадут ли нам там походить может быть стоит ли еще раз вернуться но это прямо что я проехал уже казань из-за того что попала в больницу да ну так вот это тоже жизнь это тоже жизнь и действительно такое иногда бывает попадаешь в больницу а хотел в казань ладно напишите в комментариях как вам будут весь перформанс и увидимся уже в новых игр всем пока пока да